Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале и предлагаю вам вместе зайти в Зару, посмотреть, что там нового и интересного. Мы в Моле, Соединенные Штаты Америки. Вот вход в Мол. Можно спуститься на первый этаж, можно остаться на втором этаже. Зара двухэтажная здесь. Много магазинов, очень хороший Мол. Это Норструм магазин. Достаточно дорогой одежды, здесь представлены некоторые бренды. Вот мы видим участницы Шанель. Такие композиции красивые, сори. Магазин Three People, очень любимой молодежью. Не только. А вот это Гяб. Гяб любимый всеми. А вот это Зара, в которую мы сегодня направляемся. Нас встречает детский отдел. На втором этаже здесь детский отдел. Такие курточки. Сейчас мы посмотрим с вами. 50 долларов стоит такая куртка. Например. Знаете, какие ботиночки. Со стразами. Чтобы дети были модными. Вообще детская одежда здесь бывает даже дороже взрослой. Наверное, как и везде. Знаете, как красиво светятся. Куски тоже такие вот интересные. Вот сколько стоит такая, например, такой толп. Давайте посмотрим. 26 долларов. Привет, друзья. Это я. В своей рабочей форме. В госпитале. Какие модные юбочки, да? Для девочки. Смотрите. Какая интересная. Как кожаная. Вы заметили, конечно, 36 долларов. Такие ботинки. Грубые. На высокой подошве. Кутки и косухи. Тоже для девочек. Rolling Stones. Вот это уже для мальчиков. Ну, в общем-то, все темы почти повторяют темы взрослых. Вот эти кроссовки для девочек мне нравятся. Очень красиво сделанные. Посмотрите. Посмотрите. Почти 40 долларов. Очень красивые. Такие кроссовки для девочек почти 40 долларов. Обратите внимание, какие красивые в Zara. А это такая декорация виталлическая. Очень интересная. Академия Parisienne France. Тоже такой стиль. Своеобразный французский. Юбочки соответствующие. Красиво. Вот этот стиль тоже мне нравится. Такой. Как будто форма и не форма, да? Мальчики. Ну, вот это мне не кажется особо интересным. Посмотрите. А это костюмы, наверное, Хэллоуин. Который будет 31 октября. Какие накидки интересные. А вот это такие платья тоже. Видимо, на Хэллоуин. На сколько такое платье стоит, например? Сейчас мы посмотрим. 33 доллара. Костюмы скелетов для мальчиков. Конечно, детский департнер самый любимый. Самый красивый. Как маленькие мужчины. Красивый очень. А это для совсем маленьких. Такие вот курточки. Посмотрите, а здесь. Ну, что за прелесть, да? А, туфельки. Туфельки. Эти детские маленькие туфельки. Посмотрите, какие туфельки. 40 долларов. Туфельки для крошек совсем. Малыши маленькие, две маленькие. Они такие мягенькие. Мягкий, мягкий свитер. Нежный, нежный. Для девочки. Или это вариант тоже для малышки маленькой. А вот это курточки. Смотрите, какие они. Тепленькие, тепленькие. Там мягенькие такие. Мех прямо как кролика. Ну, конечно, это не натуральный. Ну, очень нежные, приятные. Тоже очень красивый такой кожаный наряд. Для девочки с кожей. Мишка очень нежный и мягкий. Наверное, кашемир. 33 доллара. Такой хороший. Я смотрю, кожаная тема появилась в детской одежде у Зары. Я до этого даже это не наблюдала. На этом же все для маленькой девочки. Модеровные. А есть такие футболочки. Красивые какие. Кому нравятся. Они с длинным рукавом. Жирафы. Тоже для девочек, для маленьких. 12-18 месяцев и так далее. Какая собачка. Как настоящая. То есть фотографии. Ну что, пойдете в женский отдел. Посмотрим, что там интересного. Нас встречают настоящие осенние цвета. Такое вот платье. Красивое. Знаете, что мне напоминает? В 90-е годы в Москве делали варенку. Ну, естественно, другого, наверное, цвета. Но что-то в этом есть. 70 долларов. Очень такой нежный, красивый материал. Очень нежный материал. Ну, конечно, ткани все искусственные. Но, тем не менее, красивое платье, надо сказать. Очень красивое. Вот, предлагается, I'm sorry. Вот такие. Кстати, вот можно, например, его одеть с таким пиджаком. Если на какое-нибудь мероприятие идете. Он тоже такой вот немножечко, как будто бы, блестящий. Но совсем-совсем слегка. Совсем слегка. Тоже есть такие варианты с жилеткой. Кстати, очень красиво. Мне очень нравится, например, одеть вот такую блузу. Посмотрите, как красиво смотрится. С укороченной жилеткой. Очень-очень красиво. И, например, черные леггинзы. И вот такую обувь. Такие, как балетки. Красивые. Балетки стоят 40 долларов. Бархатные. Кстати, я смотрю под бархат изделие тоже. Новая осенняя коллекция Зары. Посмотрите, вот бархатное платье. Я уже даже не помню, когда это было модно. Красивый костюм. Какой нежный, красивый костюм. Вот эта блуза, она очень-очень тонкая. Видите, она прозрачная. Под нее, наверное, надо какой-нибудь топ одеть. Ой, какая красота. А вот эта юбка плессированная. Очень красивая, очень. Сколько? Юбка 70 долларов, а блуза 47 долларов. Мне очень нравится. Вот эти пиджаки, они прошлого сезона. Я такой даже покупала себе. Правда, часто не приходилось одевать. Потому что я в основном, я же в госпитале работаю. Вы же понимаете, что, к сожалению, хочется работать в офисе. Куда ты приходишь, одеваешь красивую одежду. А мы одеваемся совершенно по-другому. Так. Вот это тоже блузы красивые. Посмотрите, какой каблук интересный. Да? То есть он скрыт. Он скрыт, только внутри золотой. Тоже очень красивое платье под атлас. Видите как? Вообще, ну, атлас уже не первый сезон моде. Единственное, что меня всегда смущает в атласе, такого рода искусственном, что на нем очень легко образуются зацепки. То есть вы покупаете красивые изделия, даже если вы очень осторожно с ним обращаетесь, но, тем не менее, зацепки образуются легко и быстро. Тоже красивый вариант блузы. Правда, черный цвет немножечко мрачный, на мой взгляд. Но, тем не менее, посмотрите, плессированная рукавка. Красиво смотрится. Вообще потрясающе. Вот, например, такую блузу можно одеть с такой кремовой юбкой. Даже, я бы сказала, кофе с молоком. Так красиво. Есть также вот такие блузы. Они укороченные, с камушками. А рукав как обработан? Ну, очень примитивно, я бы сказала. Ничего особенного. Серая мода. Вообще, друзья мои, я стараюсь вам показывать самые, на мой взгляд, интересные вещи. Вообще, я смотрю, очень много в зале тоже в этом сезоне осенняя коллекция с бусинами. Притом такой толстый-толстый материал, похожий чем-то на махер. Все возвращается. Предлагается это одеть, известно, на такие кухни. Они, кстати, могут быть и удобные. Ну, как вот, на каждый день? Ну, может быть, и можно их одеть на каждый день, такие кухни. Они такие мягкие, кстати, легкие. Возможно, они очень-очень удобные. Очень приятный серый цвет. Пиджак смотрится обычно, а цвет приятный. Люблю такой вот нежный серый цвет. Посмотрите, какие платья. Как красиво. Оформлена бретелька. И сами по себе тоже очень красивая. Мне нравится. Но такое может позволить одеть себе, ну, очень худенькая и очень молоденькая девушка. Посмотрите, в серебристом цвете тоже очень красиво. Очень. И вот здесь рядом лежат вот такие сумочки. Такие подходящие. Вот так взяли, одели и пошли. А вот это ремни. Сколько такой ремень стоит? 20 долларов. Я все округляю, конечно. Вот это обычный ремень. А вот это вот интересный. Вроде бы в нем нет ничего вычурного. Но в то же время он очень приятный ремень. Вот это ремень мне нравится, кстати. Сколько он стоит? 30 долларов. Ну, вот поэтому и дороже. Вообще всегда красиво сочетание черного и розового. Черного и кремового. Смотрите, как красиво. Такие босоножки, туфельки. Полутуфельки, полубосоножки. А цена им? Цена вопроса 50 долларов. А кому нравится вот такая рубашка? Вот с такими накладными карманами. Смотрите. Ну, что-то в этом есть, конечно. Кому подходит такой фасон, очень даже. И вот особенно, если ее одеть вот с такими туфельками. Да, я смотрю, очень много изделий серебристого цвета. Видимо, опять входит в моду. Вот такая рубашка, укороченная за 70 долларов. Кстати, очень даже неплохие такие укороченные жакеты. Я считаю, достаточно удачный вариант. Пуговицы красивые, ткань хорошая. Кому подходит такой фасон? Вот кому подходит такой фасон, я думаю, что это очень хороший вариант. Сколько они стоят? Сейчас посмотрим мы с вами. Так. 90 долларов вообще-то, да? Тоже красивые блузы, очень нежные, мягкие. Они как полуатласные, но вот эта ткань не будет цепляться. Она гораздо лучше, на мой взгляд, в плане качества, чем атласная ткань. Смотрите, какая здесь красивая нежная пуговица. Одна пуговица уже украшения. И цвет, конечно, очень богатый. Такой кремовый. 46 долларов. Кстати, вот смотрите. Например, такое платье. С такими туфлями. Кремовые лакированные. Я себе купила в Заре в прошлый раз кремовые лакированные туфли, только немного другого фасона. Невероятно удобные. Вот с таким платьем. Здесь кажется, что синее с кремом, на самом деле черное. Но я считаю, что синий, темно-синий с кремовым смотрелся бы невероятно красиво и богато. Посмотрите, какая сумочка в Заре. Внутри лежит бумага. За 7 здорового сумочка. Практически внутри одни дырки. Все будет вываливаться. А нет, внизу немножечко есть ткань. Видите? Но все равно. Чисто декоративная сумочка. Ну, что-то в ней есть, конечно. Вы знаете, я не знаю, как вы, но я прихожу в Зару. Главным образом не что-либо себе любить, а просто посмотреть на красивое, поднять настроение. Я вообще считаю, что нам надо чаще смотреть на красивое. И нам это необходимо, особенно нам, женщинам. Иначе мы просто погибаем. Спасибо. Спасибо.